Вы мне скажите только одно, я жить буду? Чему радоваться? Он мне говорит, радуйтесь, у вас не рак мозга. Посмотри на меня, я с четвертой стадии, я буду жить долго и счастливо. Входу. Так, па-па-па-бам. Вот такая вот я в повседневной жизни. Классная. Машу шашкой казачьей. Здорово. Ну мне хотелось, и я думаю, почему нет? То есть у тебя метастазы в крестце, в печени? В печени метастаз один, в крестце, в позвонках. И маленький-маленький в бедре. Я после своей болезни, как это ни странно звучит, стала абсолютно счастливым человеком. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ольга Лушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня у нас спецвыпуск. В гостях Татьяна Шевелева. У Тани непростая ситуация. У нее рак четвертой стадии молочной железы. И она сейчас находится в судебных тяжбах со страховой компанией. Таня. Здравствуйте. Привет. Ну давай расскажи нам по порядку, с чего все началось. Наверное, начнем с того, как ты узнала о диагнозе. Ну, узнала о диагнозе я как раз в тот самый момент, когда всю жизнь я шла к каким-то планам, целям, и я их достигла. То есть я купила себе машину, я купила, взяла ипотеку. И вот, казалось бы, все, жизнь удалась. Я уже к тому моменту была не замужем. У меня двое детей. И я въехала в новую квартиру, и мне ставят диагноз. Я оказалась одна, я сама с Дальнего Востока, живу я в Санкт-Петербурге. И когда ты взяла квартиру в ипотеку? В октябре месяце я взяла квартиру в ипотеку. И где-то месяца за два, за три у меня что-то покололо в груди. То есть что-то схватила, отпустила. Думаю, ну, я как бы давно не была у мамолога, думаю, надо сходить. Вот. Пока я записалась, эта очередь, пока я ждала, там уже пришла ипотека, у меня уже ничего не болело, я уже и забыла об этом. Но пропускать как бы не стала, потому что, ну, в профилактических целях все равно надо. Вот. И я, с утра у меня была ипотека, мы подписали все документы. И после обеда я пошла к мамологу, который нащупал у меня уплотнение в груди. Вот. Сказал, ну, ничего вроде такого, попьем таблеточки, на всякий случай сделаем УЗИ. И это все было в октябре? Да, это все было в октябре 2017 года. Я подождала, пока подошло времени для УЗИ, пришла на УЗИ и как раз уже получила ключи от квартиры, заехала и пришла на УЗИ. И вот я помню, как сейчас это темное помещение, чтобы свет не мешал УЗИсту. И лицо девушки, которое мне делало УЗИ, оно было такое напряженное, такое испуганное. Я затревожилась, спросила, что там. Она говорит, ничего хорошего. Я не знаю, я, конечно, напугалась. Я просто впала в панику от самого ужаса, что я одна, у меня двое детей, а я только что на них повесила этот ужасный долг. То есть, как бы, ничего хорошего в груди, но понятно, что я подумала, что у меня онкология. Думаю, как это может быть? У меня никто никогда не болел онкологией, ни один родственник. Я никогда не видела людей, болеющих раком. После того, как УЗИ сказала, что ничего хорошего, она вызвала хорошего онколога-момолога. И та сказала, пока не пугайся, но нам надо биопсию сделать. Записала через неделю меня на биопсию, через неделю взяли, еще неделя ожидания. И потом как все развивалось? Вот ты узнала о диагнозе, когда на лечении где осталось и как пошла на лечение? Я узнала о диагнозе в пятницу, отпросилась с работы, сбегала, и состояние, конечно, было мое ужасное. Я, конечно, стала звонить маме на Дальний Восток. Каждые 15 минут меня просто истерика пробивала. Ну, эмоции, конечно. Эмоции страшно, мужа нет, никого нет, детки маленькие, что делать, непонятно. И мне надо было дожить до понедельника, просто выходные перетерпеть, потому что врачи не работают. И когда я дожила до понедельника, пришла к врачу, говорю, вы мне скажите только одно, я жить буду? И он мне сказал, конечно, будете. Радуйтесь. Я говорю, чему радоваться? Он мне говорит, радуйтесь, у вас не рак мозга, у вас рак молочной железы, который на данный момент очень хорошо лечится. Я успокоилась и поняла, что надо все, надо не откладывать, идти за направлением туда. Я пошла в поликлинику, меня определили по месту прописки в онкоцентр. Я доверилась, пришла, все быстро меня обследовали, ничего нигде не нашли, то есть все хорошо. Ну что значит, ничего нигде не нашли, опухоль не нашли, кроме опухоли, да. Опухоль была большая достаточно, да? Ну, полтора сантиметра. Небольшая тоже опухоль, да. Поэтому мне поставили вторую А стадию, сказали, как бы, да, качество жизни ухудшится, но вы жить будете. Почему вторую А стадию, если нигде не было ни метастаз и маленькая опухоль? Ну, полтора на два, как-то так она была, не знаю, такую поставили. Вторую А или вторую Б, я сейчас уже точно не помню. Я помню, что вторую стадию поставили, вот. И сказали, что так как у вас все чисто, мы вас прооперируем, в декабре они мне сказали, но мы лучше прооперируем в январе, за месяц ничего не случится. Так как много народу до Нового года, мы не хотим вас в мясорубку, мы вас после прооперируем. То есть в январе состоялась операция, а дальше химия? А дальше, да, мне сначала сказали, что давайте, на томоксифене я сказала, что нет, я хочу всю, я хочу всю, химию красную, белую, я готова на все, чтобы вот пролечиться на всякий случай, чтобы ничего нигде не было. И я начала делать красную химию, и после второй красной, так как это считалось в профилактическом режиме, меня отправили на лучевую. В конце лучевой, так как больничный уже был 120, там подходил дней, меня отправили на инвалидность. Я пришла, мне сказали, дайте хоть одно обследование, я говорю, у меня нету. Меня послали на УЗИ, я прихожу, и мне говорят, у вас печень, метастаз. Я просто, конечно, меня лихорадка забила, я за свои деньги побежала делать КТ, и там нашли метастазы в позвоночнике. В позвоночнике? В крестце, очень большой, 3,5, спина болела, но я к этому привыкла. А болеть спина когда начала? Где-то за неделю до того, как мне поставили метастазы. На самом деле она просто ныла, но так как у меня двое детей, тяжелые роды, она у меня периодически всегда ныла. То есть у тебя метастазы в крестце, в печени? В печени метастаз один, в крестце, в позвонках, и маленький-маленький в бедре. Мы долго не верили, я не верила, я побежала по другим клиникам, я надеялась, что это просто там мои там болячки. Хорошо, ты все это время обследуешься, лечишься, а с работы что? На работе я объяснила, что у меня длительный больничный, что мне предстоит химия. А кем ты работаешь? Я работаю в Сбербанке, я получила повышение перед тем, как заболела, и попала в очень хороший коллектив. У меня прекрасный руководитель, она сейчас перешла в другое отделение, заместитель. Девочки меня выручали, они меня все время подменяли. То есть ты руководитель? Я ассистент клиентского менеджера, Сбербанк, премьер. Сам филиал маленький, поэтому мы всех друг друга хорошо знаем, и девочки меня очень поддерживают. Ты сейчас продолжаешь там же работать? Я на больничном. На больничном, почему ты на больничном? Ну, потому что сейчас, пока я лечилась, были тяжелые капельницы, лейкоциты низкие, боишься заболеть, боишься подцепить вирус, который нам очень страшно. И спина, поясница, я не могу сидеть по 10 часов на работе. Я бы уволилась, но я боюсь, что ипотека все-таки ляжет на мое время опять. А когда ты начала заниматься вопросом по ипотеке? После того, как нашли метастазы, я пришла на медкомиссию по инвалидности, и мне сказали, что вам светит первая группа. Я говорю, а как? А я же не могу, мне же кормить детей, надо мне работать, меня же уволят с первой группы. Она говорит, не переживайте, первая группа может быть рабочая. Я говорю, я хочу рабочую, мне надо восстановиться, мне ипотеку платить, мне же еще детей растить. Мне дали первую группу рабочую инвалидности. И после этого мне подсказали подружке, как бы, ну ипотека же у тебя, наверное, страховка есть, посмотри, почитай договор. Я почитала договор, а у меня страховой случай, первая, вторая группа инвалидности. И я, конечно, побежала собирать документы. Когда тебе инвалидность дали? 28.06.2018 года. То есть с момента заключения договора по ипотеке прошло полчаса? Полгода где-то. Полгода. Так, и ты, значит, получив инвалидность, пошла? Я собрала документы, пришла, подала на страховую выплату. Я говорю, что дальше делать? Она говорит, ну, мы будем собирать документы медицинские, ждите, мы будем запросы отправить. Я говорю, хорошо. Прошел месяц, ничего не происходит. Я говорю, что происходит? Она говорит, ничего, мы ждем ответов, но, может, они и не придут в ответ. Это я говорю, так, давайте я сама соберу, быстрее будет. У меня же платежи идут большие. А сколько ты платишь в месяц? 35 с мелочью, с копейками. 35 тысяч? Да, в месяц. И родители мне помогают, конечно. Я их поэтому не вызывала. Они работают, мама у меня на пенсии, но она работает. И они мне хоть как-то помогать могут финансово. Поэтому я маме сказала, когда будет совсем тяжело, если будет, я тебя вызову. Так, пока я держусь и буду держаться. И я стала узнавать, что. Я принесла им все документы медицинские, все сделала, жду опять ответа. Ну что, ну когда? И когда я к ним в очередной раз пришла, они мне сказали, больше мы с вами разговаривать не будем. Все вопросы будем разговаривать через суд. То есть? Я говорю, а какой суд? Я не поняла, а что, по какому поводу суд? Вы все узнаете по письму. Я говорю, какому письму? Где это письмо? Ну все, они развернулись и ушли. То есть это не ты подала на них в суд, это они на тебя подали в суд? Да. А судебное заседание было? Было. И уже целый год идет все это. Ага. Это вот с 2018 года получается, да? Ну заседание там пришло исковое где-то в сентябре. В сентябре 2018 года. А в чем претензия? Ситуация была в следующем. Когда я заключала ипотеку, страхование жизни, оно у нас считается обязательным, либо процент у нас вырастает. Я обзвонила страховой компании, нашла девушку. Девушка предложила мне самый дешевый вариант, страховую определенную. И вот сейчас для наших случаев, для наших слушателей, вот дешевые варианты, чем вы обходите. Нет, на самом деле и дорогие варианты могут точно так же быть. Ну может быть так, хорошо. Извини, что перебила. В итоге я созвонилась с девушкой, говорю, мы с вами встретимся, договор подготовим. Как это происходит? Я первый раз никогда ничего не покупала. Она говорит, нет, вы мне копию паспорта пришлете, я приеду с договором, мы подпишем. Я говорю, а что там, как? Она говорит, ну вы чем-то болеете, жалуетесь на что-то. Я говорю, нет, не жалуюсь. Я говорю, у меня были когда-то там в детстве гастриты, я не знаю, сейчас есть, нет. Жалоб у меня нет, у меня ничего не болит. Она говорит, родственники болеют тяжелыми заболеваниями? Я говорю, нет. И как бы в принципе все. Это все было по телефону? Это было по телефону, по сути. В итоге она говорит, я подъеду в момент сделки. Началась сделка, деньги начали перечисляться, там со счета на счет, электронная сделка, все сложно. И в момент подошел подписывать договор страхования. Со мной был продавец, свидетель тоже всего этого, который продавал квартиру. Я была, менеджер там бегала. И она мне показывает договор. Я вижу, что в договоре очень много вопросов. Их там 20, 30, я сейчас не скажу, несколько страниц медицинских вопросов. Я, естественно, как банковский сотрудник, я сажусь читать, прежде чем подписывать. Я сажусь и читаю, там столько всего, были ли у вас там насморки, операции, прочее, прочее. Очень много всего. Я понимаю, что как бы вот это у меня есть, вот это есть, вот это. Ну, мы же все люди, да, когда-то растужались, когда-то там баронхит вам ставили раз в жизни, наверное, да. И другого договора нет. Я девушку спрашиваю, что мы будем делать. У меня же есть заболевание, да. Я же подписываюсь под тем, что я предоставляю всю достоверную информацию. На что девушка мне объясняет. Ну, как бы, ну, это стандартно, ничего страшного. У вас же не сердце больное, у вас же не онкология, как бы. Ничего страшного, у нас все так подписывают. Я говорю, ну, я бы так не хотела. Я могу исправить договор? Она говорит, нет, черкать, как бы, исправлять нельзя. Вариантов нет. Ипотека идет, сделку отменять, квартиру терять тоже. Куда я денусь? А что ты хотела отметить в этом договоре? Я хотела отметить о том, что у меня был гайморит когда-то там тоже. Ну, по факту, я не знаю, есть он или нет. Что у меня хронический гастрит был. Я тоже не уверена, что он есть, но он был. Да, что у меня в протрузии в позвоночнике, то есть я тяжело рожала, и у меня в поясничных позвонках есть протрузия предгрышевая. Что у меня была операция там за 3-4 месяца до этого. Ну, я ничего внести, получается, не могу, исправить не могу. То есть что мне делать? То есть я уведомила ее, она говорит, ну, ничего страшного. Ну, вариантов у меня не было. Казаться я не могла. И до сих пор я не понимаю, что это. Это такой ход страховой? Принести абсолютно 100% договор на 100% здорового человека? Мне кажется, это халатность, мне кажется, сотрудника. Или это просто, да, халатность сотрудника? За которую сейчас ты расплачиваешься тем, что бегаешь по судам вместо того, чтобы жить, потому что непонятно, сколько нам отмерено, никто не знает, да? И как будет протекать лечение. Но ты должна свою жизнь тратить вот на эти суды, к сожалению. Из-за того, что какая-то девочка невнятная в невнятной страховой повела себя таким образом, что вот привезла готовый договор и не потрудилась побеспокоиться до сделки этим договором. Ну, это очень удивительно вообще. И в чем они вас обвиняют? Суть иска состоит в том, что тут такая хитрость страховой. Юристы все-таки они не глупые, да, и сидят в страховых компаниях для того, чтобы отрабатывать свою зарплату. И если бы они мне отказали в страховом случае, тем самым они бы признали сам факт договора. И судья бы 100% сказал бы, вы не правы, еще бы штраф наложил. Поэтому они решили пойти другим путем. Они хотят доказать, аннулировать сам договор. Что так как я умолчала о том, что у меня была киста в груди, о том, что у меня был гайморит, там, ну, мелочи какие-то, о том, что я об этом умолчала, значит, я нарушила саму суть подписания договора. То есть я обманула в процессе подписания. И плюс еще они бьют на то, что у меня, как у всех женщин после 30 лет, есть фиброденоматоз. Я сама же не понимаю, что это. И я когда прочитала исковое, я думаю, в документах у меня это написано. Неужели у меня что-то было доброкачественное? Я напугалась. Я побежала бегом к этому врачу, у которого я была в 16-м году, очень тоже такому компетентному. Прибежала без очереди, я говорю, посмотрите, на меня в суд подали, у меня была киста и вот какой-то фам. Я говорю, вы что мне не сказали, что у меня доброкачественное, что я могла заболеть? Как вы мне не сказали, почему? Он говорит, это вообще не имеет отношения. Я говорю, вы уверены? Я говорю, прочитайте внимательно. То есть фиброденоматоз не может привести к раку молочной железы. А они пытаются давить, страховая компания давит на то, что было это заболевание, именно оно привело к этому. Они ведут вот такими путями, пытаются, может быть, запутать суд. Они пишут, фиброденоматоз мог переродиться в фиброденому. Фиброденома могла переродиться в онкологию. То есть зная, что у меня какой-то там фиброденоматоз, я должна была их предупредить. И тогда, может быть, они бы исключили эти риски и, может быть, что-то еще бы было. То есть они вот бьют на это. Они приписали, как будто у моей мамы там рак шейки матки. Они приписали, что я умолчала о гастрите. А у мамы есть рак шейки матки? Нет, у меня никто не болел. То есть это, получается, вообще фальсификации, подложные документы? Это все есть в суде? Это есть в суде, но это получилось от ошибки некомпетентного, скажем так, невнимательного врача. То есть врач, где я лечилась, где я обследовалась, он писал все время, что у моей мамы, он спрашивал, какие заболевания, я говорю, ну там то ли киста, то ли миома на матке. И он писал миома, миома, в какой-то момент он просто написал рак шейки матки. И они переписали, тут же прицепились, переписали. Я говорю, я могу доказать, что этого нет. Ну, мама же здорова. Я пришла в клинику, они все исправили. В суде опять же это фиксируется. Это же можно проверить, там пациенты все на учете стоят. Плюс опять же они бьют на то, что я в этот день была у онколога-мамолога, и он нащупал что-то там у меня в груди, какое-то образование. Хотя я была после ипотеки. Но они же тоже не спрашивают, были ли вы, не были. На экспертизу меня не вызвали. А во сколько была сделка заключена? Сделка с 9 до 12 мы заключали, а на прием врач принимал с полтретьего. Ну это же тоже можно доказать. Буду бегать. Вот это называется, докажи, что ты не дурак. Я бегаю, собираю вот эти бумажки, страчу свои силы, трачу нервы. Все прекрасно знают, что онкология такое заболевание, нам нельзя нервничать. То есть это для нас риск прогрессирования. Любой стресс дает... Но у меня нет вариантов, мне надо бороться. Это наша крыша над головой, мне надо бороться, я буду бороться. Они надеются, видимо, на то, что мы онкологические пациенты с 4 стадии, у нас нет сил. И мы сдадимся, и они все победят. Поэтому, может быть, они меня мотают, они подали документы на меня. Ну или вы сейчас потянут время, вдруг отправишься к праотцам. То есть маленькие дети их не заботят, то, что девушка борется, их не заботят. Вот, поэтому... Ну это ужасно. А ты вообще сейчас вот в какой стадии вот это вот все судебное разбирательство, на чем оно закончилось и какие шаги в дальнейшем? В данный момент судья, так как он не медик, он, так же как истцы, они запросили медицинскую экспертизу. То есть могли ли мои заболевания привести к онкологии. Какие именно заболевания? Ну вот эти гастриты, фам, киста и так далее, целый список. Могли ли они привести? Я была у докторов медицинских наук, я была у лучших онкологов-мамологов. Я показывала им документы, спрашивала, ну скажите мне, если я виновата, я не буду судиться. Ну скажите, я как бы могла? Они говорят, киста перерождается только в кистозный рак. А фам – это вообще не образование. Даже справку мне дали, что это не образование. То есть миллион процентов, что вот нет прямой причины следственной связи. У нас до сих пор ни один человек в мире не знает, от чего люди болеют онкологией. Но мое дело пошло на экспертизу, на судебную, в государственную. И я получила буквально на днях оттуда ответ. Ответ такой вот завуалированный, непонятный. Там написано так, что сейчас выявлено 80 факторов риска для ракомолочной железы. И в эти 80 факторов, доказанных факторов риска, входит фиброденоматоз, входит наследственность от родственников, хотя рак шейки матки, но никак в ракомолочной железы. Даже если бы он был у моей мамы, он никак не мог по наследству переползти в грудь. То есть вот там много воды, много всего, и они сами почти ничего там не писали. Они взяли заключение эксперта от моих страховой компаний, которая, страховая компания, запросила экспертизу в Новосибирске у невропатолога. Невропатолог дал заключение по моему лечению, что я могу заболеть раком. Но мне кажется, даже не имея юридического образования и медицинского, я могу сказать, что, наверное, это не совсем верно. И что ты собираешься делать в этом случае? В данный момент, все-таки, с учетом того, что я занимаюсь волонтерской деятельностью, ну это моя душевная потребность. После того, как мое лечение мне не помогло, я узнала, что можно было лечиться по-другому. И мои девочки в моем чате взаимопомощи, они нашли мне в данный момент очень хорошего юриста. С другого города, даже с другой стороны. Они нашли мне меценатов, которые проплатят мне этого юриста. Я его жду, я на него очень надеюсь, он очень компетентный. А в России нет юристов? В России есть юристы, но на них имеет место быть давление. И так же, как, видимо, мой адвокат данный, который был, не знаю, по каким причинам, у нас дело уходит не в ту сторону, куда надо. Поэтому мне нашли адвоката, которого не подкупят, которого принципиальный, которому это интересно, который хочет мне помочь. Он очень квалифицированный. Он когда-то работал в Петербурге и выигрывал все инстанции. Это именно медицинский? Он не именно медицинский, но он очень подкованный, он очень грамотный. Я его, когда слушаю, у меня прям сердце поет. И я благодарна своим девушкам. Мне кажется, любого адвоката можно слушать, и сердце будет петь. Ну, у меня впечатление обо всех адвокатах такое. Все очень красиво говорят. Главное, чтобы дело ушло. На данный момент я прочитала очень много практики судебной. Я прочитала все законы. Я уже за этот год почти онколог-мамолог, в кавычках, да, сам себе врач. И я уже почти юрист. То есть я знаю все нюансы, я знаю, что нам надо делать. Но мне нужен юрист рядом. Поэтому, когда он мне говорит то, что я уже знаю, мне приятно это слышать. Потому что я все это копала, я не уверена. Я не буду сейчас ничего говорить, к счастью. Потому что я боюсь, что страховая тоже, она следит за мной. И я не хочу им давать карты в руки, чтобы они подготовились к нам. А цена вопрос-то какая? Сколько это денег вот в общей сложности? Квартира, сумма, которую я взяла в ипотеку, была 4 миллиона 275 тысяч. Сейчас проценты на них накапали уже 4 600. Я пришла в свой банк, поняла, что мне не погасит ипотеку так просто. И я попросила свой банк дать мне реструктуризацию. Мне на 2 года отсрочили, уменьшили платежи до минимальных. То есть я плачу ипотеку, но я плачу минимум. Ох, да. Поэтому все так сложно. Мне очень хочется верить в то, что ты сможешь добиться все-таки справедливости. Потому что я не знаю, как там по юридически. С бумагами не разбиралась. И возможно мы это сделаем еще раз. Может быть с адвокатом, с юристом будет интересно это, чтобы прокомментировали. А самое главное, наверное, и какая-то страховая компания должна обязательно откликнуться и прокомментировать это тоже. Но по-человечески это так несправедливо. Так ужасно с тобой поступают, Тань. Хочется разобраться в этом вопросе. И я понимаю, что ты стала жертвой, вот сейчас из того, что я услышала, например, и то, что услышали наши зрители, очевидно, что ты стала жертвой халатности сотрудника этой страховой компании. Но я очень благодарна. Я все-таки, ну не зря я, наверное, все-таки занялась этой волонтерской деятельностью. Очень много моих девушек, они откликнулись на мой призыв привлечь внимание. Я хочу привлечь внимание для того, чтобы все-таки суд шел справедливо. Он шел по закону. Потому что я готова даже на детектор лжи, что я не знала, я не могла предполагать, что кто из нас может знать, что он может заболеть онкологией. А ты предлагала это в суде по поводу детектора лжи? До этого момента я не ходила в суд, потому что это для меня такой стресс, и я этого боюсь. А ты сейчас не будешь ходить на суд? Скорее всего, буду ходить, потому что я хочу, чтобы судья, видя мне в глаза, глядя мне в глаза, говорил то, что он говорит. Тогда тебе надо будет снять парик, потому что глядя в твои красивые глаза, судья вряд ли будет думать, что ты в чем-то нужна. Да, пойду без парика. На самом деле, женщины, которые преодолевают вот это состояние, они выглядят достаточно хорошо, потому что у них больше мотивации выглядеть лучше. Я не знаю, что это за мотивация, но она какая-то сумасшедшая. Все стремятся выглядеть. Я думаю, что ты до своей болезни выглядела ничуть не хуже. Я после своей болезни, как это ни странно звучит, стала абсолютно счастливым человеком. Вот может это звучит странно, но... Я была одна, без мужа, с двумя детьми, ипотекой, онкологией. Мне пропилировали грудь. Я почти понимаю, что я сейчас соблысею. То есть, да, тяжело, сложно, но я очень позитивный человек. И Бог дал мне, вот после того, как я заболела, начала уже лысеть, я решила, думаю, ну, может быть, я все-таки встречу свою судьбу, может, я все-таки успею. Я пошла на свидание, я все-таки встретила свою судьбу, я встретила мужчину, который Бога мне дан, чтобы меня оберегать, чтобы моих детей оберегать. Он делает с ними уроки, он вводит дочку в садик, он помогает мне по дому, он ищет мне какие-то лекарства, чтобы меня вылечить. Понятно, что мы не бросаемся, да, вот в эти там соду, не дай бог. То есть, мы ищем врачей, мы ищем иммунологию, мы ищем жидкую биопсию. Он очень переживает за меня. То есть, он в теме, он тебя очень любит. Он не был в теме, но он стал в теме. Сейчас в теме, и он тебя очень любит и поддерживает. Он меня очень поддерживает. И тебя по максимуму, и в этих судебных делах тоже, наверное, поддерживает. Очень переживает. Он сажает мне брокколи, чтобы я была здорова каждый божий день. Ради меня он все это делает. Брокколи, что это такое? Это ростки, да, наверное. Ростки брокколи, да, потому что есть мнение, мы читали доклады докторов медицинских наук, что сульфорофан – вещество, которое приостанавливает перерождение клеток в злокачественные, и останавливает рост онкологических клеток. Но в самой брокколи его мало, а в ростках брокколи его много. Так вот он закупил у меня подоконники, заставленные проращивателями дома, и у меня растет брокколи, и я каждый день ее срезаю и кушаю. Вот тоже полезные советы. Но это не как лечение, это как дополнительное. Он мой ангел-хранитель, он меня оберегает, хранит, чтобы я не переживала, чтобы я не переживала. А многим девочкам тебе уже удалось помочь в своей онковолонтерской деятельности? Очень многим, они продолжают приезжать. Кого-то я вызываю в Питер, кому-то я все время звоню, помогаю. У меня девочки, нуждающиеся в помощи, отовсюду. Они меня находят. Украина, Казахстан, Германия, Америка, они отовсюду. У меня чат взаимопомощи. Сколько там человек? На данный момент там больше 200 человек. Плюс в Инстаграме в одном аккаунте 500, в другом 700. И они мне все пишут. И в основная масса они уже в лечении. Но основная масса они в регионах. Я сама с региона, да, я понимаю, как там все сложно. Там вакуум информационный. Они не знают, что делать. Они считают слово рак даже в Ленобласти. Женщины, у которых нет возможности, да, Инстаграм. Это все сложно. Но когда они меня находят, когда телефон мой гуляет по больным, я только за. Я говорю, раздавайте всем. И когда они мне звонят, говорят, все, мне назначили красную химию. Мне конец. Я говорю, дорогая моя, тебе не конец, это только начало. Я говорю, болезнь, это вообще только к лучшему. Все плохое уйдет из жизни. Все плохие люди уйдут из жизни. И появятся только хорошие, только проверенные. Вот это ты даешься. Я звоню им, я когда слышу у них депрессию, я тут же им звоню. Потому что когда я с ними разговариваю, они от меня заряжаются. Они улыбаются, я это слышу, я это вижу. Я приезжала, я слышала девочка плачет, я села, поехала в Пушкин. Я приехала в Пушкин, у нее двое детей, она прилетела откуда-то. И сидит, плачет. Я привезла ей позитив. Я говорю, посмотри на меня. Посмотри на меня, я с четвертой стадии. Я буду жить долго и счастливо. И в моей жизни все прекрасно. Браво. Мне это нравится. Я всегда помогала людям. Я не могу пройти мимо бабушки, я не могу пройти мимо там, человеку, которому плохо. И тут как бы это людям нужно. И я могу им помочь. Я могу им подсказать, как лечиться по ОМС, как бесплатно получить КТ, МРТ. Как в Москве лечиться бесплатно, как в Питере лечиться бесплатно. Я уже столько всего в себя впитала. Я продолжаю все. Я иду в больницу, вижу объявления, я тут же фотографирую. Для тех, у кого нет Инстаграма, в WhatsApp кидаю в группу. Для тех, кто есть Инстаграм, везде это. Где что бесплатно, где хорошие врачи, где как хорошо. И это спасает жизни. Молодец. Я очень этому рада. И красавица. У меня сам говорит, у меня самый позитивный чат. У нас там все позитивные, и все друг друга поддерживают. Несмотря на такие перипетии судьбы, и вот эти все нападки со стороны страховой, ведь они же на тебя иск подали. Ты не теряешь любовь к жизни, не ропщешь на судьбу, и еще получаешь от этой жизни удовольствие. Даришь это удовольствие еще тем, кто тебя окружает. Таня, ну ты ангелочек такой. Просто есть такое правило, что Бог дает нам в жизни людей в тот момент, когда нам именно эти люди нужны. То есть в тот момент, когда я заболела, была одна, и у меня были панические атаки. Я никого не знаю с онкологией. Я не умею пользоваться Инстаграмом, у меня его не было. То есть мне надо было что-то делать. Я зарегистрировалась, и кроме Дарьи Донцовой я никого не вспомнила. Я ей написала, я говорю, мне плохо, я не знаю, что мне делать, у меня панические атаки. Она говорит, я на съемках, я тебе перезвоню. Она мне звонит вечером и говорит, что случилось. Я говорю, Дарья, мне плохо, у меня панические атаки. Я вот ходячая метастаза в своей новой квартире, мне плохо, у меня маленькие дети, мне страшно. Я говорю, как бороться, как с этим? Она говорит, чего ты боишься? Я говорю, конечно, метастаз. Чего все боятся? Метастаз. Она говорит, метастазы от молочки идут в печень, кости, это все хорошо лечится, это хорошо контролируется. У нас рак молочной железы, у нас очень много протоколов, много лекарств, все это по ОМС. Я такая хорошо игрую панические атаки. Я просыпаюсь ночью, и все, я плачу, мне плохо. Она меня научила маленькому ходу, как с этим бороться. И после этого я ей писала, она мне говорила, что... Я говорю, спасибо вам большое. Вот вы в нужный момент мозг мой вставили на место, и я опять пошла вперед, вперед. Она говорит, ну вот так вот. У меня есть такое как бы негласное правило. Я за ручку проведу одного человека, а он проведет еще кого-то, а он еще кого-то. И так мы все друг друга через эту болезнь проведем, и будет у нас все хорошо. И я ей очень благодарна. В нужный момент она мне подсказала, успокоила все. Сейчас тебе люди благодарны. Сейчас я им помогаю. А какой секрет по поводу панических атак? Она мне рассказала такое, знаете, как есть инстинкт собаки Павлова, вырабатывать надо. То есть мы берем резиночку от денег, небольшую такую, не растянутую, одеваем на запястье. И когда вот мы просыпаемся, или нас вот мы сидим, и у нас чувствуем, все, сейчас накроет нас, хочется плакать, все. Берем эту резиночку, оттягиваем ее, и по самому нежному месту со всей силы бьем. И, грубо говоря, это срабатывает, как вот паническая атака, ты уходишь в нереальность, ты уходишь в страх, все, это психология, да? А это физика. Тебя раз, это возвращает к жизни. Оп, я здесь сижу, со мной все хорошо. И вот каждый раз ты, когда паника нахроет, ты опять бьешь. И после этого эти паники прекращаются. Я неделю щелкала себя по ночам, через неделю они у меня прошли, еще месяц я носила на всякий случай с собой, все, они закончились. И все, кому я советовала, им помогло. Мне спорт помогает. Так, ну что ж, я думаю, что на этой оптимистичной ноте мы закончим наш выпуск. Я думаю, что этот разговор надо, конечно же, надо продолжить и с юристами, и со страховыми компаниями, и потом еще с Таней обязательно держать в курсе, как и что происходит, чтобы это, ну, как-то контролируемо было общественностью, потому что, ну, все может быть, да? Да. Рискнем, покажем, какая Таня под париком. Ну, в принципе, в своей жизни я практически всегда уже хожу без парика. Да? Да. Это ты вот красивая. Это я хожу в онкоцентр, я хожу в парике, потому что меня знают пациенты, они ко мне бегут, они бегут, спрашивают все, брать мои телефоны, они меня знают. Они знают, что есть такая девушка в синей юбочке, с красивым париком, улыбающаяся, и они меня, вы Татьяна, я Татьяна, а можно, а можно, и поэтому я хожу туда, для меня это праздник, я хожу в онкоцентр, как на праздник, я капаю капельки жизни, они меня спасают, они меня лечат. Я себя расцениваю сейчас как диабетика. Они вынуждены какие-то укольчики делать для того, чтобы жить. Я делаю укольчики и живу, как бы, все хорошо будет. Буду жить долго, счастливо. Интересная аналогия. В последневной жизни я хожу уже без парика, а когда у меня какие-то ответственные выходы, конечно, мне нравится быть, как все, девочкой, барбишкой, поэтому я могу снять, я не комплексую по этому поводу. Вот так. Па-па-па-бам. Выгляжу я вот так. Красиво. Вот. Немножко взъерошенная, но вот так вот. Вот такая вот я в последневной жизни. Вот. Ну, как все девушки, хочу длинные волосы, поэтому почему бы нет? Ну, тебе очень идет и так, и так. Поэтому чуть-чуть вот так вот. Другой образ. Что ж. Поэтому не унывайте. Онкология – это не приговор. Химия – не конец. Лучевая тем более. Поэтому ищите, ищите движения пациентские в своих городах. Ищите информацию. Чтобы вылечиться от онкологии, нам нужно все время впитывать информацию. Нам нужно брать второе мнение врачей. Правильно. Нам нужно хотеть жить. Не то, что мы плывем и плывем, и куда нас… Все люди ошибаются, и врачи ошибаются. Ну, бывает такое, да, они на всех работают. Поэтому было бы желание. Поэтому позитивней. Рак не приговор. Рак молочной железы. Радуйтесь, что не мозга. Все хорошо, да. Наш традиционный вопрос. Что посоветуете зрителям? Ты опередила немножечко меня и правильно сделала. А еще у нас традиционный вопрос. Планы на жизнь. Как мы можем наш… Даже спецвыпуск оставить без нашего традиционного вопроса. Какие у тебя планы на жизнь? Ну, из тех планов, что я себе планировала, помимо переехать в Питер, купить квартиру, машину, завести собаку Коли, родить двух детей Костю, Настю, я все выполнила. Мне осталось в планах. Во-первых, я всегда считала, что это не для меня, но мне очень хотелось. Мне хотелось фланкировать шашкой казачьей. Я купила себе казачью шашку, выложила в Инстаграме. После часа занятий я выложила, как я маршу шашкой казачьей. Но мне хотелось. И я думаю, почему нет? У меня спина больная, нагрузки мне нельзя. То руки-то у меня их надо развивать. И мне так понравилось. И я очень люблю музыку. И меня все это заводит. Я выхожу на улицу, меня знают соседи. Я кладу телефон с музыкой на землю и начинаю тренироваться шашкой. Они все не вызывают. Они как классно. Они такие вообще. Какая выгода. Ну это будет для самозащиты. Я говорю, нет, это для души. И плюс я всегда, я еще никуда не ездила никогда. Детей не вывозила никогда. Я хотела бы попутешествовать. И как мне объяснили уже, мне глупенько объяснили мои подруги, что для того, чтобы путешествовать, не надо много денег. Конечно. Живя в Питере, можно купить за те же там 1200 рублей билет на автобус, уехать в ту же Латвию, куда-то в Рику, погулять. И тут же вернуться обратно. То есть все это экономично. У меня все есть. Я даже и работать не стремлюсь, потому что у меня есть пенсия. И я на нее проживу. Будет все хорошо. Если ипотека, конечно, на меня не упадет. Вот. И я буду по чуть-чуть откладывать. Я хочу попутешествовать. А сейчас выплаты есть, да? Ежемесячно. Я плачу, да. Я плачу немного, но я плачу ежемесячно. Продлила страховку, опять же, на имущество. Она обязательно. У меня в голове просто эта история твоя не укладывается. Насколько люди могут быть коварными, меркантильными. И ничего человеческого, по-моему, нет. Как ни странно, эти люди не думают о том, что у них тоже может случиться. У них тоже есть здоровье, которое они могут потерять. У них тоже есть родственники, да, которые могут заболеть. И что тогда потом им делать? Не дай бог, конечно, никому. Но я стала счастливой. Я не жалею. Я прям... Я ни о чем не жалею. Я заболела. Прогрессирование дало мне толчок к тому, чтобы я нашла, двигалась, искала. И когда я поняла, что я нашла врача, который меня поставил на ноги, врача от Бога, я все равно не доверяла. Я ходила, проверяла, проверяла, год проверяла. И все говорили, что твой врач, слушайся его, и все будет хорошо. И этот врач просто... Я его очень уважаю. Чудо-врач. И, как видите, живу и позитив. Можно назвать врача в качестве благодарности. Очень хотела поблагодарить Чубенко Вячеслава Андреевича, врач от Бога просто. Вот людям дано, есть они, нашли себя в этой жизни. Уже прям хочется пригласить на программу. Ну, может быть, да, пригласим Вячеслава Андреевича. Спасибо большое, Тань, что приехала, рассказала. Я надеюсь, мы вложимся в твою историю вот тем, чем можем. И хочется быть причастным вот к твоей этой борьбе, потому что мы точно на твоей стороне. Очень много у нас таких людей, и хотелось бы, чтобы они знали, что не надо сдаваться. Да, страховые, да, суды, да, нужны силы, но не надо сдаваться. Они просто вас проверяют. Если сила, и сила только в том случае, и победа будет в том случае, если правда за тобой. Если ничего скрывать, вы не виноваты, то не опускайте руки. Ой, что ж. Будем бороться. Да, всего доброго. До свидания всем. До свидания. Спасибо за внимание.